Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Меня попросили показать, как в фотошопе собирать коллажи, которые потом можно показывать в социальных сетях, делать как стилевые подборки. Для начала нам нужно с вами собрать, соответственно, вещи. И самое удобное для этих коллажей это будут вещи, плоско сфотографированные на белом фоне, ну или на однотонном фоне, чтобы его было легко обрезать. Один из самых удобных магазинов, которые я нашла, откуда это все брать, это H&M. Можете посмотреть и другие магазины, их много. Желательно, чтобы вещь была изображена вот так вот плоско на фоне, а не вот так на фигуре, потому что так мы можем целиком девочку вырезать, обрезать ей какие-то моменты, но для коллажа такое плохо подходит, только если вы не хотите целиком поставить девчонку. Также нам нужны вот такие белые штучки, ну то есть белый фон и на нем изделие. Сохраняется это очень просто. Правой кнопкой мыши сохранить картинку как и говорить и куда. Вот я уже заранее набрала там несколько изделий. Сразу могу сказать, что я сейчас не буду показывать какую-то стилевую вещь, я буду показывать именно механику того, как это все может быть собрано. Открываем фотошоп, создаем новый документ, задаем ему формат, ну давайте скажем, например, 25 на 25. Соответственно, у меня миллиметр, а это будет 250 на 250. Вот мой фотошоп, вот моя рабочая зона. Теперь на эту рабочую зону мне нужно расположить, соответственно, фотографии одежды. Что мы делаем? Открываем, нажимаю кнопочку открыть, перехожу в папку, в которой у меня все сохранено, и выбираю те изделия, которые я буду компоновать. Я не знаю, сколько у вас их будет и насколько насыщенно вы хотите сделать тот или иной борт. То есть вы вот набираете то, что вам понадобится для этого образа, для этого лука. Открываете. Вот они у нас открылись. Теперь смотрите, какая есть особенность. Вот она моя базовая штучка. Я могу просто взять, перейти в документ и перетащить на мой лист. Но смотрите, что у меня получается. У меня получается таким образом, что у меня сохраняется фон. Сейчас я все перетащу, чтобы у меня в одном месте было. Конечно, можно и так скомпоновать, но это не совсем тот эффект, которого мы хотим добиться. Поэтому вот так вот я все просто перетащила. Теперь обратно это сюда вставляю. Смотрите, что получилось. У меня получилось в слоях. Это слои белой фон основы и каждая штучка. Вот она отдельно. У них здесь у слоев точно так же видимость. Можно это все настраивать. Давайте тогда сейчас нажмем сочетание Ctrl T. Оно позволит нам увеличить наше с вами изображение. Тяну за уголочек. Она пропорционально мне его будет масштабировать. Это сразу заложено в программе. Если мы нажмем Shift, то оно будет масштабироваться непропорционально. Здесь обратная логика. Масштабирую до нужного размера. Нажимаю ОК. С таким масштабированием нужно быть аккуратным, потому что если у вас изначально маленькое изображение, потом вы его увеличиваете до большого, то может оно поплыть и начнет пикселить. Но в данном случае это не такое большое увеличение. Соответственно, это допустимо. Точно так же сочетание клавиш Ctrl 0, как и в программе Adobe Illustrator, позволяет нам разместить нашу рабочую область на весь рабочий экран. Можно попробовать выделить инструментом волшебная палочка. Здесь, обратите внимание, она находится вот здесь. Вот может быть закрыта инструментом быстрое выделение или выделение объектов. Но если посчитать, раз, два, три, четвертая она. Обратите внимание на этот допуск. Тридцать два. Это, соответственно, волшебная палочка выделяет у нас тон и еще тридцать два оттенка этого цвета. Плюс ко всему, вот здесь стоят смежные пикселы. Если я нажимаю на эту точку, то, соответственно, она у меня проникает через все изображение. Если она не стоит, то она у меня будет, если чем-то ограничена, только внешняя область. Посмотрите, поскольку 32 платье, ну, как бы такой бежеватый, имеет оттенок, то она его автоматически выделяет. Нам это не подходит. Снять выделение. Ctrl-D. И вот этот допуск мы сейчас с вами поменяем. Нам нужно, я думаю, около пяти где-то. Вот, видите, оно начало выделять только эти части. Соответственно, выделять таким образом со светлого фона тяжело, не получается. То есть, когда у нас изделие более темное, давайте покажу на другом примере, вот, например, очки, да, то они у меня, обязательно должен быть слой активен, выделиться хорошо и просто. Вот таким образом, сейчас я покажу. А вот когда светлый, там начинаются проблемы. Возвращаем 32. Вот, теперь я могу что сделать? Могу нажать кнопочку правую мыши, инверсия выделенной области. Я люблю еще раз нажать на правую кнопочку, скопировать на новый слой. Таким образом, у меня оригинальное изображение сохраняется, и мое изображение копируется наверх. Вот оно у меня почистилось, и я могу его разместить. Опять я нажала Ctrl-T для того, чтобы появилась рамочка кадрирования, рамочка изменения размера, да, после этого вот собрала. Видите, немножко дуги улетели, то есть я не совсем каретно, надо было там это подправить. Давайте покажу, что делать с белым платьем. Вот оно, мое белое платье, автоматически у нас это сделать не получается. Платье очень нежное, сливается с фоном, придется нам это платье выделять руками, плюс еще не самое высокое качество. Поэтому я беру инструмент прямоугольное лассо, мне им удобнее всего работать. Есть еще магнитное лассо, но в данном случае оно сейчас будет цепляться не совсем корректно. И наподобие векторного перышка обвожу мое изделие. Да, немножко топорный такой способ, но вот именно с такими, со светлыми изделиями оно будет максимально оптимально. Для того, чтобы опуститься вниз, я просто дергаю мышкой без нажатия туда вниз, и оно мне опускает. Вот такими крупными штрихами. Сейчас я выделю по контуру. Здесь не получаются искривления, то есть отрезки у меня прямые. Но мы сейчас немножко поправим, чтобы было по модификации более гладко. Это, наверное, самый длинный период формирования борда. То есть вам нужно подготовить изображение. Я специально показываю в живом эфире, как это готовить. Показываю проблемы, с которыми вы можете столкнуться, потому что в дальнейшем это просто формирование нашей картинки для того, чтобы получить композицию. По окончанию вы видите, что оно сейчас замкнется. Делаете двойной клик. Вот она у меня выделилась. При этом можно сделать, чтобы контур был мягкий. Выделение. Модификация. Растушевка. Здесь поставить 1 пиксел. Сказать окей. Правой кнопкой мыши щелкаем. Скопировать на новый слой. Люблю копировать. Так у меня остается. Растушевка дала нам более мягкий край. И наше изделие смотрится лучше на фоне. Вот мы его можем разместить. Соответственно, я автоматически нажимаю Ctrl-T. Вот у меня начинает вылезать рамка. И я могу его увеличивать, уменьшать. Enter. Теперь смотрите. Вот у меня есть очки. Сейчас сделали очень удобно в фотошопе. Если вы выбираете верхний инструмент, это перемещение, щелкаете по объекту, он выбирается, и вы его можете переместить. Раньше этого не было. Сейчас стало прям очень удобно. Я за это не любила фотошоп долго. Опять нажимаю Ctrl-T. Надо запомнить это сочетание. Вот мы поместили очки. Что у нас там еще было? Так, это платье. Я его теперь удаляю. Смотрите, в слоях можно как удалить. Выделить слой и нажать кнопочку Delete на клавиатуре, слой удалится. Ctrl-Z возвращает наше действие. Либо я могу схватить слой и затянуть его здесь же в панели в корзину. То есть, как вам удобнее. Хотите с мышки, хотите с клавиатуры. Вообще, практически у всех программ Adobe есть такой момент, что одно и то же действие можно сделать большим количеством вариаций. Либо мышкой, либо через меню, либо с клавиатуры. Многие те, кто профессионально работает в программу, делают с клавиатуры. Я работаю 50-50, то есть я половину инструментов забираю с руками, мышкой, а половину вызываю с клавиатуры. Поэтому не всегда видно, что я сделала. Я это проговариваю, озвучиваю. То, что там Ctrl-T я нажала, еще что-то. Это вот такой момент, к которому просто надо привыкнуть. Так, что у нас там еще есть? Сумка. Давайте мы сумку тоже с вами. Сейчас уберем ей фон. Соответственно, он нам мешается. Правильно? Беру инструмент «Волшебная палочка» и выбираю. Вот он хорошо выбрался. Правой кнопочкой мыши инверсия выделенной области. Это она вместо того, чтобы фон выделить, она мне выделила сумку. И скопировать на новый слой. Еще раз говорю, это моя любовь. Для того, чтобы сохранялся оригинал и посмотреть, насколько оно правильно там выделилось, не выделилось. Вот смотрите, здесь нужно будет немножко поправить. Зависит от вашей личной капризности. Вот эта вот тень, как она вам нравится, не нравится. Мне не нравится. Я взяла инструмент «Прямоугольное лассо». Выделила и сейчас «Delete». Если вдруг вы чувствуете, что у вас не работает, посмотрите, какой слой у вас активный. Потому что только что у меня был неправильный активный слой, в связи с чем не удалялось. Так, вот таким образом. «Delete». «Ctrl D» снимаем в отделение. «Ctrl 0» возвращаем все к исходнику. Так, нажимаю «Ctrl T». Появилась рамка. Выбираю нужный мне размер. Соответственно, «Enter». Что еще у меня там есть? У меня есть прекрасные босоножки. Напоминаю, что для того, чтобы перемещать как-то изображение, мне нужен инструмент перемещения. Он вызывается клавишей «V». Вот она. Можете запомнить. Но я вот почему-то так привыкла, что вызываю его всегда с панели мышкой. Можете клавишей «V» его вызывать. Так, теперь выделяем туфельку. Опять берем инструмент «Волшебная палочка». Ой, ну вообще хорошо выделился. Там вот тенюшка только, да? Давайте посмотрим. «Инверсия выделенной области. Скопировать на новый слой». Смотрим. Ну хорошо. Это я убираю. Можно сразу удалять, но просто если вы там что-то не то на кастролябеле, у вас тогда она пропадет изображение. Вот видите, не очень хорошо выделилась. Давайте покажу другой способ. Есть такой момент. Когда вы выделяете волшебной палочкой, то она, видите, немножко у меня выделила какие-то центральные части. Вот чтобы этого не происходило, нужно нажать галочку «Смежные пикселы». И тогда у меня программа выберет только те пикселы, которые относятся к тону, на который я нажала плюс 32, как здесь заявлено, но не будут их забирать из центра. То есть она только то, что между собой соприкасается, сделает внутрь, не полезет. И это очень удобно. Так, что у нас получается? Давайте еще раз сделаем инверсию и скопировать на новый слой. Смотрим. Ну, вполне прилично. Единственное, ну вот эти вот рваные краешки немножко, потому что не хватает пикселов. Это, конечно, неприятно, но тут уж ничего не поделаешь. Вот, видите, у меня два ботинка получилось. Можно два оставить. Это вот первый, который я сделала. Да, сейчас давайте сразу покажу этот момент. Что там у меня. Вот, например, у меня один ботинок, а я хочу еще второй сделать. Все очень просто. Ну, во-первых, давайте размер, Ctrl-T, подгоню сейчас. Вы берете, вот здесь можете на слой щелкнуть правой кнопкой мыши, создать дубликат слоя. Окей. Она у вас создала один на один. Смотрите, два ботинка. Могу их вот так поставить, будет их два. Потом, если я понимаю, что они у меня вот так стоят, и мне они нужны всегда будут парой, уже разлепить их будет нельзя. Я могу выбрать эти два слоя, на которых находятся эти ботинки, правой кнопочкой мыши. И здесь есть объединить слои. Вот оно. Объединились. Все, они у меня стали единым слоем. Вот я их могу разместить. Но уже разъединить их нельзя. То есть после того, как вы слои объединили, объекты с них не разъединяются. Надо это запомнить и принять. Простите, принять. Потому что никак. Ну и вот еще у меня один элементик получился. Давайте попробуем все-таки волшебной палочкой ее. Те-те-те-те-те. Она очень светлая. Если мы сделаем пять допуск, вот уже лучше, уже легче. Так, сюда. Сюда. И сюда дырочка. Вот здесь у меня стоит сложение. Смотрите, я могу просто сделать выделение, могу сложение, могу вычитание, могу пересечением областей. В данном случае у меня стоит сложение. То есть у меня одна область выделена, и все, что я дополнительно выделяю, будет к ней добавляться. Вот так, по чуть-чуть. Поставила допуск пять. Этой настройки надо учитывать, для того, чтобы у вас все правильно получалось. Фотошоп, он немножко сложный, но если его освоить, то с ним комфортно работать. Так, теперь смотрим. Беру инструмент волшебная палочка или лассо, правой кнопкой мыши, инверсия, и правой кнопкой мыши скопировать на новый слой. Давайте посмотрим, что у меня обрезалось. Обрезалось оно, конечно, ахтунг. Что мы теперь можем сделать? Мы можем создать маску вот здесь. Вот она, мой выбранный слой, на котором я работаю, создаю к нему маску. Беру инструмент кисточка, приближаю. Так, инструмент кисточка, мягкая кисточка, и начинаю кисточкой по краю идти. У меня там черный цвет. Что это такое за инструмент? У меня как будто бы, видите, оно пропадает из поля зрения, но при этом оно у меня не удаляется, а просто скрывается маской. Это очень удобно. И вот, кстати, в фотошопе меня многие когда спрашивают, а вы как работаете? Какой у вас планшет? Вот для иллюстратора планшет по сути не нужен. А вот когда вы переходите на фотошоп, вот эти вот все обработки и вот эту вот красоту, ее лучше делать все-таки с планшетом. Хотя я сейчас делаю мышку. Вот смотрите, видите, у меня здесь не очень красиво получилось. Меняю местами цвета и начинаю возвращать обратно, потому что она у меня не стерла, она мне его оставила, а просто скрыла. Вот этот инструмент маска надо запомнить. Он крайне удобный и крайне полезный. Но у фотошопа, так же как у иллюстратора, требуется все-таки системность, какое-то изучение, которое позволит вот эти все инструменты изучить, освоить, и потом легко и непринужденно с ними работать, потому что, ну вот, это нужно. Я сама учила программы как рекламщик, как верстальщик, но мне все-таки рассказывали основы, мне рассказали, как какие инструменты работают. При этом, ну, я пользуюсь, наверное, от силы процентов 50 возможности программы, даже иллюстратора. Фотошопа и того меньше процентов 30, потому что они очень мощные, в зависимости от ваших потребностей. они могут делать то, что вы скажете. Это два мощнейших графических редактора, которые есть. Ну, вот сейчас мы вот так вот все это подрежем. Конечно, на это надо уделить много времени и аккуратно это все вырезать. Я сейчас стараюсь это делать побыстрее, чтобы оно помягче смотрелось. Вот так мы вызываю лупу я при помощи кнопочки Z. Она вызывает инструмент. Если нажать одновременно Z и Alt, то она будет удаляться. Ну, вот видите, платок вырезался достаточно прилично. Вот она маска. Если я ее удалю, то у меня все вернется там, как и было. Опять Ctrl-T масштабируем. И здесь точно так же важна последовательность слоев. Какой слой сверху, то и перекрывает. Вот, например, смотрите. У меня, видите, платок сейчас находится под сумкой. Но если я их поменяю местами, он будет находиться над сумкой. Могу их соприкасать, могу не соприкасать. Это уже вы определяете в зависимости от того, как вы хотите. Также можно нажать Ctrl-T. И вот здесь сбоку появляется возможность немножко повернуть. Видите, боковая такая стрелочка. Она вам будет крутить. Собственно говоря, вот все. Ctrl-0. Мы собрали с вами вот этот борт. Здесь есть инструмент текст. Если он вам нужен, вы можете его использовать. Вот сейчас это очень удобно. Вот можно все объекты подвигать, да, расположить. И, например, что-то текстом написать. Где он этот текст? Буквкой Т обозначается. Горизонтальный текст, вертикальный текст, инструмент вертикальный текст, маска. В общем-то, обычным текстом можно написать. Он сейчас просто очень мелко пишет, поэтому его не видно. Сейчас весна, лето. Так, вот оно написано. Давайте покрупнее, обычным шрифтом. Так, что у нас там получается? Соответственно, цвет выбрать тот, который там вам нужен. Можно подобрать шрифт. Ну, очень похоже на то, как это будет выглядеть там в иллюстраторе. Вот видите, оно там подбирает все. Можно стрелочками вниз идти. И оно будет показывать, как будет писаться тем или иным шрифтом. Когда понравится то, что вы подберете. Нажать, например, ОК. И вот он ваш шрифт. Таким образом собираются аборты. Туда можно добавлять много всего разного и интересного. Но именно технику, именно механику я вам рассказала. То есть забираете картинки, вырезаете. Из них собираете композицию в зависимости от того, какая у вас стоит цель и задача. Вот, а потом смотрите, еще один момент, который нужно запомнить. Вам нужно сохранить. Если вам нужны исходники, то вам нужно сохранять фотошоп. Вы сохраняете файл. Сохранить как? Куда? Я на компьютер обычно, да? Давайте так и назовем весна-лето. Вот, это я сохранила формат фотошоп. И у меня этот формат будет читать фотошоп. Если же мне это нужно для социальных сетей, куда-то отправить, то мне нужно сохранить в один из универсальных форматах. Это либо JPEG, либо PNG. Файл. Сохранить как? Опять смотрим куда. И вот здесь, помимо названия, выбираем формат. Он будет, ну, например, JPEG. Вот так вот я говорю, сохранить. Она меня спрашивает, в каком качестве. Я говорю, окей. И все, та картинка, которую вот я сохранила, вот она получается. Она у меня есть. И я могу ее теперь опубликовать в социальную сеть. Я могу ее там куда-то скинуть или еще. Но она у меня слилась. И теперь, если мне что-то оттуда нужно, мне придется точно так же вырезать. А вот этот вот документ, который оригинал, который фотошоповский, если даже, вот смотрите, сейчас пример я покажу. Вот я все закрываю. Все, то есть я отработала. Потом вдруг, если, например, вы делаете это на заказ или еще что-то там, поняли, что какая-то ошибка. Да, то есть вы посмотрели тут, типа, ой-ой-ой, тут ошибка. Вы открываете ваш фотошоп оригинал, и вот они у вас все по слоям разложены. Здесь вот это важно. То есть найдите себе место, найдите жесткий диск, облачное хранилище, там, где вы их храните, и туда складывайте оригиналы. Часто это экономит кучу-кучу времени. Например, если вы делали это для заказчика, вам сказали, ой, а вы знаете, вот эти очки нам не подходят. И если у вас картинка уже склеена, и вы там будете потом прыгать, это все обрезать. А здесь одни очки убрали, вторые вставили. Запоминайте эти моменты. То есть есть оригинал фотошопа, он тоже раз, островый, а есть оригинал, соответственно, ну, просто вот картинка JPEG. Еще есть момент изображения, размер изображения. Вот здесь можно посмотреть его в пикселах, в миллиметрах, в дюймах. То есть у меня сейчас он 25 на 25 сантиметров. Вот могу в сантиметрах посмотреть. С разрешением 300 точек. 300 точек это очень хорошо. Иногда такие файлы оказываются достаточно тяжелыми, и для социальных сетей их уменьшают вот это разрешение до 150. Соответственно, то есть он немножко, видите, сжался, потерял в качестве, хотя это не сильно, ну, вот сейчас глазом заметно. И вот после этого уже сохраняете там JPEG, получается файл меньше по размеру. Давайте покажу изображение. Так, размер изображения здесь все оставляю, а вот здесь ставлю 150. И сейчас я сохраню файл. Сохранить как? JPEG. И на 150 точек. Сейчас я подпишу, что здесь 150. Вот. Окей. Смотрите, какая будет разница. Здесь у нас размер файла 535 килобайт, а на 150 214. В два раза. То есть мы количество точек снизили в два раза, и в два раза упал размер файла. Ну, в данном случае он у меня не очень большой, и это терпимо. А иногда бывает, когда у вас файл там весом там под 100 мегабайт, и вы ему там сбавляете обороты для того, чтобы его просто где-то разместить, можно до 72 точек добить, тогда у вас получается более легкий файл, который легче там и по почте переслать, и все остальное. Ну, как я уже сказала, Photoshop мощный монстр. Его нужно изучать, его нужно смотреть. Я постаралась вам показать разные возможности, как это можно делать. Попробуйте то, что я показала. Если что-то непонятно, прям отматывайте видео, возвращайте, как я это делаю, каким инструментом. Если будут вопросы, обязательно мне пишите, я с радостью на них отвечу. На этом все. Пока-пока!